МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения ЧУВАШ информационная программа Республика в студии Галина Титарчук. Сегодня в нашем выпуске. Цифровое ТВ. Радиотелевизионный передающий центр Республики готов к приему сигнала. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Будущая смена. Определились победители регионального этапа Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства. Лучшие игроки. Закончился сезон школьной волейбольной лиги. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Переходим на цифру. До отключения аналогового телевидения в Чувашии остаются считанные дни. Час Икс наступит 15 апреля. Как и во многих других регионах России. В республике к этому событию готовились давно. О проделанной работе и новом техническом оснащении рассказали сегодня главе республики в радиотелевизионном передающем центре. Буквально на днях в радиотелевизионном центре Чувашии запустили передающую земную станцию спутниковой связи. Если раньше сигнал на спутник из Чувашии шел через Ульяновск, то теперь с появлением нового оборудования идет напрямую. Цифровое телевидение у нас уже полноценно работает. То завтрашний день – это, ну, естественно, продолжение, улучшение качества и количества телевизионных каналов, доступных в эфире для жителей республики. То есть сейчас прорабатываются вопросы уже о использовании системы телевидения высокой четкости. То есть HDTV. Ну, развитие идет в этом направлении. Общедоступными и бесплатными будут два пакета федеральных каналов первого и второго мультиплексов. В первую очередь нововведение касается тех, у кого при просмотре телевизора сейчас рядом с логотипом канала стоит буква «А». Когда отключат аналоговое вещание, на экранах телевизоров выпуска раньше 2014 года появится синий фон, на котором вы увидите номера горячей линии. Но есть еще время купить специальную приставку. Изменения не коснутся пользователей кабельного и спутникового телевидения. Если еще остаются вопросы по переходу на цифру, можно позвонить на горячую линию 26 11 11. С 15 апреля все жители Чувашской республики 20 каналов будут смотреть в цифровом исполнении. Конечно, это очень значимо для всех нас. А здесь я убедился в том, что в реальности вся управленская команда Дмитрия Валерьевича готова. Все этой, как бы сказать, коммуникации и с точки зрения передачи мультиплексов вся территория Чувашской республики покрывается. Директор РТРС рассказал и о работе, которая ведется по улучшению и доступности радиовещания во всех районах республики. Так датчики, принимающие сигнал национального радио Чувашии, стоят в четырех населенных пунктах региона. В некоторых районах, где УКВ вещание не позволяло населению слушать любимую радиостанцию, перешли на современный ФМ-диапазон. И по Таванрадио мы добавляем пять объектов, пять передач его ставим, плюс к Чебоксарам. И практически закрываем всю южную часть. 80% это охват будет населения Таванрадио. Но самая основная цифра, вот это уже суммарный охват двумя радиостанциями, мы уже получаем охват более 95% населения. Дальше мы смотрим факт, что будет получаться, если какие-то белые пятна у нас еще останутся, мы будем дальше работать, смотреть там, возможно, еще дополнительные технические средства ставить. Сегодня тоже национальное радио, родное радио мы посмотрели. Есть проблемы по родному радио на сегодняшний день, по покрытию территории. И вот к первому сентября сделаем взаимодействие с управленской командой Дмитрия Валерьевича, правительству Чувашской республики, с муниципальным образованием. Все для того, чтобы и национальное радио, и родное радио транслировалось на все территории Чувашской республики. Я услышал, реально это возможно, какие дополнительные средства нужно, тоже будем выделять. Значит, совсем скоро радиоканалы нашей компании можно будет услышать по всей Чувашии. А смотреть наш телеэфир вы можете так же, как и раньше, в кабельном телевидении, в спутнике и в интернете. Чувашские медики вошли в число лучших врачей России. Во всероссийском конкурсе сразу три наших врача заняли призовые места. Да. Лучшие участковый педиатр, психиатр и врач медицинской реабилитации страны живут и работают в Чувашии. С Ольгой Егоровой, которая трудится в центральной больнице Аллатрского района, познакомилась и наша съемочная группа. Утро у лучшего педиатра России начинается с планерки с коллегами, изучения медицинских карт. Затем обход. Со своими маленькими пациентами Ольга Егорова всегда общается подолгу, внимательно слушает, подробно отвечает на вопросы их родителей. Ольга Анатольевна очень хороший врач. Мы спокойны по поводу того, что попали в больницу, и она нас наблюдает. Допустим, что-то мне непонятное, она объясняет все. Вот к моему сыну Алексею приходит каждый в утром слушать его, спрашивает, как дела. А он сразу, у меня все нормально. Ольга Анатольевна педиатр с большим опытом работы. Окончив школу с золотой медалью, девушка не раздумывала над выбором профессии и поступила в Нижегородский мединститут. А работать начала уже со второго курса. Была и санитаркой, и медсестрой, а затем окончила ординатуру и по распределению приехала в АЛЛАТР. Хотелось людям делать добро, может быть. Это особенность характера, не то что вот что-то, да, особенность характера. И педиатрия – это все-таки с детьми общаться, лечить, предотвращать заболевания. У заведующей педиатрическим отделением день расписан по минутам. Обходы, консультации, оформление документов, а иногда и ночные дежурства в стационаре. При этом Ольга Анатольевна успевает пообщаться и с молодыми коллегами. Хороший у нас учитель. Никогда не отказывает в помощи, всегда можно подойти, всегда можно совет какой-то взять. Ольга Анатольевна, она очень активна, она не только в профессиональной именно конкретной своей деятельности, она еще и очень активно участвует в жизни больницы, всегда подсказывает, находит нам новых молодых сотрудников. Про награду Ольга Егорова говорит с улыбкой. Уверена, что главное в жизни – не грамоты и дипломы, а здоровые и счастливые дети. Галина Титарчук, Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев. Республика. Находил объявления в интернете, предлагал работу и под различными предлогами просил перечислить денежные средства. Меньше месяца понадобилось сотрудникам уголовного розыска, чтобы установить подозреваемого в телефонных мошенничествах, на уловку которого попадались жители республики. Чтобы задержать злоумышленника, оперативникам пришлось отправиться на юг столицы. Подробности расскажет Иван Волков, мой коллега из пресс-службы МВД. Последний эпизод стал ключевым в раскрытии серии преступных действий, доставленного в Чувашию подозреваемого в интернет-мошенничестве. Злоумышленник позвонил по объявлению жителя Чебоксар, занимавшегося отделкой помещений, и представился сотрудником ГИБДД. Он предложил Чебоксарцу сделать ремонт в здании госавтоинспекции, а заодно попросил перечислить ему на сотовый телефон 5000 рублей, купить коньяк, конфеты для коллег и привезти все это на личную встречу. Житель Чебоксар вовремя сообразил, что общается с мошенником и рассказал о случившемся полицейским. Телефон и разговор с эфиристом был продолжен, но уже в присутствии оперативников. Алло, да здравствуйте еще раз. Я все вот возле терминала сейчас? Банкомат и терминал. Ну, банкомат, да, банкомат. Зачитайте, заходите, по телескопу, телескопу. Мобильная связь, Билайн. Патежи, переводы. Так. Пошли. Билайн. Билайн. Ну, нашел. Здесь тоже нужно пульки, но вази. Хорошо. Вы меня, получается, как-то с рейсмс раз пригодите, денежный секс, а правильно? Да, да, честный секс, обязательно, Роман, обязательно, честный секс. Все хорошо, обязательно. Честный секс будет. Честный секс будет. Сотрудники уголовного розыска быстро вышли на след злоумышленника. Им оказался ранее судимый за разбойное нападение житель Краснодарского края. Чувашские полицейские выехали в служебную командировку на юг страны, где предполагаемый преступник был задержан и доставлен в Чувашию. А почему именно Чувашию? Да, вот не знаю, по странному стечению обстоятельств должен он бы, знал бы, никогда бы не позвонил. В отношении 61-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело. Мужчину проверяют на причастность к аналогичным преступлениям на территории России. Педагог по образованию, фермер по призванию. Денис Посадский из Красноармейского района 7 лет назад организовал фермерское хозяйство. Сначала овцеводство, потом и козоводство оказались не только интересным, но и довольно прибыльным делом. О том, каким образом козье молоко попадает на прилавок, в нашем следующем сюжете. Он обещал построить ферму и выполнил непростую задачу. Денис Посадский каждое утро начинает с обхода своих подопечных. Сегодня в хозяйстве этой трудолюбивой семьи более 50 коз. Из них 15 дойных. Занинскую породу мы держим. Это одна из самых распространенных молочных коз. Самсон не просто козел, а англо-нубинский козел. На него в хозяйстве излагают большие надежды. С его помощью хотят усовершенствовать породу. В августе ждем окот. Ну, соответственно, будем... Посмотрим, какой результат получится. В помещении для молодого поколения специально утеплили стены и потолок. В таких условиях козлята быстро растут и правильно развиваются. В день одна коза дает 3 литра молока. Это удивительный напиток, полезный для зрения, кожи, костей и зубов. Посадские употребляют сами, угощают друзей и знакомых. Остальное каждый день напрямик возят в чебоксары. Из этого молока здесь варят элитные и благородные сорта сыра. Это у нас сыроварня. Это сыроварня 100-литровка на 100 литрах. Есть также сыроварня на 25 литров. Сыроварня с тремя рубашками. То есть одна рубашка для горячей воды, одна для холодной, третья защитная рубашка. В прошлом акушер-гинеколог, менеджер известной фармацевтической компании Ольга Кошелева, кардинально изменила свою жизнь и недавно переехала из Москвы в Чебоксары. Технологию сыроварения постигла на специальных курсах. Пообщалась с единомышленниками и поняла, что ей это интересно. Сегодня даже обучая тех, кто хочет заняться этим непростым делом. Я всегда сравниваю вот этот уход за сырами как уход за детьми, потому что они требуют и ласки, их нужно и протереть, и погладить, и посушить, и выгулить их, и постилочки, пеленочки, я называю их, поменять. И в общем, ну, реально, когда вот с душой относишься к этому, так и сыр в тебе же отвечает тем же. К отчетто в прованских травах, в вине с черным трюфелем, камамбер, валанса Тедемуан, сыров более 15 видов и есть даже конфеты из крафтового сыра. Ольга Кошелева удивит самого требовательного гурмана. Никаких тут заменителей молочного жира, никаких химикатов мы не используем. То есть идет цельное молоко, идет живая закваска бактериальная и натуральный сычужный фермент. Так на Чувашской земле варят сыры, ничем не уступающие по качеству известным мировым брендам. И сыры, и другие изделия можно найти в магазинах здорового питания местных товаропроизводителей. Сюда привозят продукцию 25 фермеров. Татьяна Раевская, Андрей Шоклев. Лучшие в Сузе, лучшие в Республике. Теперь цель стать лучшими в России. На днях наградили победителей и призеров регионального этапа Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства. Олимпиада закончится, профессионализм останется. Те, кто сегодня только в призерах, уже ставят следующие цели. А победители готовятся представлять Чувашию на Всероссийском уровне. Хотя в профессиональном плане выигрыши все участники. Практически во все конкурсные комиссии, во все экспертные советы входят будущие работодатели. И, конечно же, можно сказать, что все эти ребята, которые победили, заняли третьи места и даже четвертые, пятые, просто участвовали. Они уже на заметке у работодателя. И можно сказать, что они уже не будут испытывать трудности с трудоустройством. Весь февраль и март уже традиционно студенты техникумов демонстрировали свои умения. 22 Олимпиады, 16 учебных заведений. Цифры как участников, так и компетенции растут с каждым годом. Задания же, как и прежде, делятся на две части. В первой части были тесты. У нас техникум проходил на базе нашего техникума. Потом была практическая часть. Мы ездили на станцию Канаш. Там на тренажерах пропускали поезда. Делали задания, задачи выполняли. Просто нравится профессия и все. В отличие от индивидуальных выступлений, где каждый сам за себя в соревнованиях по пожарной безопасности выступали командами. У них, как у мушкетеров, один за всех и все за одного. Каждый по своим обязанностям. Кто-то берет рукава 77-го диаметра, кто-то берет разделение, кто-то берет рабочую линию и прокладывает рукавные линии 51-го диаметра. И при этом необходимы сейчас стволщики, которые должны подать воду, дают команду подать воду, то есть отчак потушен. Но без команды в нашей профессии точно не справиться. Правда, Ради Ефимов как капитан сегодня на сцену выходил один. Его коллеги выступают на всероссийском этапе WorldSkills. После команда воссоединиться для участия в Олимпиаде профессионального мастерства. Вообще стоит отметить, что эта Олимпиада отличается от WorldSkills наличием в заданиях теоретической части. А участниками могут стать только студенты СУЗов. Любой специалист зачастую, это не только специалист узкий, это специалист, который обладает шоким кругозором, другой культурой, культуру поведения, умением общаться, умением работать в команде. Я думаю, что эти многие моменты присущи нашим студентам. Лучшие в республике теперь цель стать лучшими в России. Профессионально они уже готовы. Осталось преодолеть свою неуверенность. Этим студенты занялись на тренинге с психологом. Ирина Волкова, Валерий Резюков, Республика. 25 апреля, в день рождения просветителя Ивана Яковлева, Республика отметит День чувашского языка. К этой дате Государственный совет проводит благотворительную акцию «Подари ребенку книгу на чувашском языке». Первыми новые книжки получили ученики Кшаужской школы Чебоксарского района. В актовом зале Кшаужской школы пяти-шестиклассники. Как и положено подросткам, они любят играть в компьютерные игры и смотреть видео на ютубе. Однако книги их тоже увлекают. Особенно если с красивыми картинками и захватывающим сюжетом. Мне нравится читать про приключения. Я люблю читать фантастику. Пока книжные герои совершают подвиги, юные читатели развивают воображение и память расширяют кругозор. Мы понимаем, как правильно писать слова. Теперь библиотека Кшаужской школы пополнится новыми книгами. Инициатором выступила председатель парламента Альбина Егорова. Она рассказывает, в ее детстве книги были дорогие. И читать она ходила к родным, чей достаток позволял пополнять библиотеку. Эта акция очень нужна. Очень нужна, прежде всего, тем ребятам, которые начинают читать, начинают общаться с книгами, изучают. Чаще бывает, что в семье все-таки родители знают чувашский язык, а дети не знают. Но нам хотелось, чтобы значимость чувашского языка она не терялась. Акция продлится до 25 апреля. Книги на родном языке получат школы в каждом районе. Ольга Пырычкина, Бахтия Арвелиев, Республика. В гостях у сказки. В столице Чувашии продолжается фестиваль немецкого языка и культуры. На этот раз школьники и студенты показывали театральные миниатюры по народным сказкам. Белоснежка и семь гномов, золотой гусь, бременские музыканты. Сказки немецких писателей братьев Гримм известны во всем мире. Их знает и читает чуть ли не каждый ребенок. Вильгельм и Якоб написали такое количество историй, что участникам было из чего выбрать. Конкурс посвящен году театра в России. Театр – это особый мир, это большой мир. И сегодняшнее мероприятие – это ощущение праздника, радости, некого волшебства. Девятый А из Новочебоксарской школы номер пять показал одну из самых известных сказок «Белоснежка и семь гномов». Юным актерам нужно было не только вжиться в роль своих персонажей, но и говорить на немецком языке. Сложно выступать на сцене, не зная языка, ведь если произойдет какой-то казус, ты не сможешь как-то себя поправить, как-то симпровизировать. Мне очень хочется выучить этот язык, ведь он действительно очень интересный и очень красивый. Полине Коптеловой обычно достаются яркие персонажи со сложным характером. И на этот раз она играла далеко не ангела, а злую королеву. Она очень злая. Она хочет быть лучше всех, красивее всех, чтобы все доставалось ей. И я всегда играю такие роли. Мне больше нравятся яркие персонажи с интересными характерами. Это очень интересно их играть. Мы очень волновались перед этим, но думаю, все прошло хорошо. В итоге Новочебоксарская пятая школа стала серебряным призером конкурса. Первое же место поделили между собой сразу два коллектива. Студенты факультета иностранных языков ЧГУ имени Ульянова и воспитанники Шамуршинской средней школы. Юлия Важенина, Бахтияр Велиев, Республика. Сегодня завершился сезон школьной волейбольной лиги Чувашия. В суперфиналах девятого чемпионата сразились лучшие команды Республики. О призерах и победителях Ирина Волкова. В суперфинал за третье место играют школьники первой Батревской школы и третьей Алатарской. Команды обменялись победами, затем в решающей третьей партии верх над соперниками одерживают волейболисты из Алатаря. У нас боевой дух очень высокий. Мы играть так, дворовая команда, но играем очень хорошо и слажены мы. И через это мы всегда вытаскиваем, в основном всегда. Потому что у нас боевой дух очень-очень крепкий. А мы все из одной школы, всегда все хорошо общались, вместе в волейбол играем, вместе гуляем. Все в этом духе. Второе место в Республике, мы по школьной волейбольной лиге. И здесь третье место. В суперфиналах встречаются все заявленные волейбольные команды Чуваши. До этого юноши и девушки сыграли просто в финалах. Отдельно среди городских школ и среди районных. Ребята Шимкусской и Янтиковского района обыграли все районные команды. Теперь в суперфинале сразились с волейболистами столичного лицея номер три. Первая партия остается за волейболистами из района, впрочем, как и вторая. На награждение команда Шимкусской школы Янтиковского района выходит дважды. Вначале за медалями и кубком финала, затем за призами суперфинала. Лучший игрок сезона Максим Моряков. Вы самый лучший разводящий, Матя Ростов. Вот сейчас я отговорю. Я вообще не ждал этого. Не думал даже, что мы выиграем. Я начал играть в волейбол с четвертого класса. Но самое главное, хочу сказать спасибо нашему тренеру Владимиру Семеновичу. Пожелать вам здоровья. Дети тянутся. С детства занимаются, прям в садик ходят. У нас два спортзала. В школе вообще отлично. И при сельском клубе еще спортзал. Возможность заниматься волейболом есть и в городе, и на селе. Спортивные залы поэтапно обновляются. Еще три года мы все спортивные залы в общеобразовательных школах в сельской местности отремонтируем. Приступили и работаем по проведению капитальных ремонтов городских спортивных залов. За 9 лет существования чемпионат школьной баскетбольной лиги завоевал широкую популярность. Этим видом спорта увлекаются и мальчики, и девочки. В этом году на соревнования заявились школьные команды всех муниципалитетов. А общая численность участников более 15 тысяч. Ирина Волкова, Борис Андреев, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова